Значит, вот тот курс, с которым мы с вами будем работать, он построен таким образом. Во-первых, русская история будет рассматриваться сама по себе, вот так сказать, в том понятийном аппарате, который вытекает из логики этой истории. Ну, например, я, например, когда говорю о русской истории, я стараюсь не пользоваться термином государства. Я пользуюсь термином власть, потому что государство для меня это то, что стоит. Или, точнее, лёстату. А кто знает, кстати, кто придумал термин лёстату? Это уже подсказка. Вот, которым мы сейчас пользуемся для определения западного государства. Макеорей. Совершенно верно. В конце 15 века. Значит, второе измерение, как мы будем рассматривать русскую историю. Мы постоянно будем сравнивать русскую историю и с Европой, и с Китаем, и с Индией, и с мусульманским миром. И смотреть, сходство различное. И, наконец, ещё очень важная вещь. Мы будем постоянно рассматривать нашу историю как элемент более широкой истории. Евразийской и мировой. Потому что Россия всегда была частью каких-то систем. И эти системы в значительной степени определяли, а иногда в решающей степени определяли её развитие. Ещё одна вещь, которую мы должны постоянно иметь в виду, говоря о нынешнем этапе нашей истории, и с подпризма этого этапа, рассматривать прошлое, последние 200 лет, это будет состояние России и англосаксов. Сначала британской империи, а затем американцев. И наднациональных структур. В 19 веке это была геополитическая борьба и борьба за ресурсы. В 20 веке, когда возник Советский Союз, это была борьба двух альтернативных миропорядков. Капитализм и системный антикапитализм. Сейчас ситуация вернулась, как бы в 19 веке у нас геополитика и геоэкономика России не конституирует альтернативную модель социального развития. И, кстати, пока она её не начнет конституировать, шансов на выигрыш нет, есть только шансы на ничью. Ну и кроме того, есть ещё один аспект новый, который появился в Играх за Евразией. Это угроза геоклиматической катастрофы. По всем прогнозам, в северной Евразии, то есть территории России, оказывается единственной ресурсообеспеченной стабильной зоны на ближайшие 200-300 лет. И не случайно, в конце 2011 года, Лондонская школа экономики Институт Брукенса опубликовали исследование, в котором они занимались закрытым режимом несколько лет, называется проект внутреннего перемещения. Речь идёт о перемещении больших масс населения в случае крупной катастрофы, ну, например, закончится Гольфстрим, из Северной Атлантики в Северную Евразию. То есть, иными словами, появилось ещё одно измерение битвы за Евразию, которую нужно учитывать. И вот, когда мы, говорим, вообще начинаем рассматривать ту или иную страну, нужно, прежде всего, хорошо представлять её природные географические особенности. Потому что незнание элементарных вещей позволяет вешать абсолютно лапшу на лужу. Например, вот эта вот вся перестроечная шпана во второй половине 80-х, которая кричала, как хорошо будет у нас, если будет рынок, мы будем конкурентоспособны и так далее, и так далее. Да, в чём-то будем конкурентоспособны. Но вот Андрей Петрович Паршев в работе «Почему Россия не Америка?» он зафиксировал одну вещь, что продукты, очень многие продукты, произведённые в России, они всегда будут неконкурентоспособны на мировом рынке, потому что они будут дороже. Как Вы думаете, почему это у нас будет дороже? Очень многое у нас будет дороже. Из-за чего? Это климат. Транспортировка. Транспортировка и... Клопа. Совершенно верно. Вот как-то в голову это людям тогда не пришло. Давайте посмотрим и запишем кое-что по нашим природным особенностям. Значит, европейская часть России не разделяет выгодных природных условий Западной Европы. Не разделяет. У нас нет разнообразия форм поверхности и извилистого очертания морских берегов. С конца 15 века Россия была и остаётся крупнейшей страной Европы. Площадь Европы 11,6 миллионов квадратных километров. Площадь всей Европы 11,6 миллионов квадратных километров. Европейская часть России это 5,6 миллионов квадратных километров. Здесь заключены некоторые недостатки. Например, в Западной Европе 51% территории располагается менее чем в 250 километрах от моря. 51% территории в Западной Европе менее чем в 250 километрах от моря. В России таких территорий 15% всего. Это именно по этому поводу. Гогольф писал, что в России есть такие места, откуда три года скачи и не доскачешь. В Восточной Европе есть точки, отстоящие от моря на одну тысячу километров. В Западной Европе наиболее удалённая точка от моря это 600 километров. Климат умеренный. Из-за удалённости от морей между летними и зимними температурами разница очень высока. Русская армия в климатическом отношении делится на четыре пояса. Записываем это всё, это нам понадобится. Четыре пояса. Арктический, это по ту сторону полярного круга. Арктический. Северный или холодный. Его параметры 66,5 градусов-57 градусов северной широты. 66,5-57 градусов северной широты. Это до параллели города Костровы примерно. Вот по Кострове, на Кострове заканчивается северный пояс. Затем средний или умеренный пояс это 57-50 градусов. Это линия Харьков-Камышин. Это линия Харьков-Камышин 57-50. И южный или степной это до 44 градуса. Гор меридионального направления у нас нет, поэтому высота над уровнем моря в нашем климате значений не имеет. Моля оказывают очень слабое воздействие на наш климат. Значит, направление ветров очень специфическое вещь. Значит, западные ветра преобладают в северной полосе русской равнины, а более холодные, в восточной, в южной. Представляете, получается холодно. И там, и там. Теплые западные ветра преобладают в северной полосе. Там, где холодно, туда приходит теплый ветер, и он не решает проблему. А там, где тепло, туда приходят холодные восточные ветра. В южной части восточные холодные ветра. Соотношение восточных и западных ветров меняется по временам года и широтам. Западные ветра дуют летом, а восточные зимой. А восточные зимой. По почвенному погребу русская равнина делится на две части. И граница проходит по линии. Граница между двумя частями стоит по линии. Казань. Казань. Нижний Новгород. Через тебя. Казань. Нижний Новгород. Калуга. Киев. Луцк. Нижний Новгород. Калуга. Киев. Луцк. Северная часть отличается почвой с пониженной биологической продуктивностью. А южная часть это плодородные почвы серые, лесные и черноземные. И с этими двумя почвенными зонами совпадают две другие зоны. Лес и степь. Лес сыграл огромную роль в нашей истории. До второй половины 18 века жизнь большей части русского народа прошла в лесной полосе. До середины 18 века. В Европе, например, Шермундский лес, в котором Робин Гуд прятался, в нем уже в начале 13 века, то есть прошло лет 25-30 после Робин Гуда, там оставалось 600 деревьев всего. Лес очень быстро свалил. В армии лес свели к середине 13 века. Они лес закупали в Норвегии. Вообще, можно сказать, что леса в Европе сводили довольно быстро. Но были, можно сказать, Германия и Чехия, где была ситуация лучше с этим. Но в принципе, это не сравнить с тем, что было у нас. Еще в 17 веке Россия казалась европейцу огромным лесом. И если вот сейчас вы поедете, я вот когда ездил, ехал в этом году на Селигер лекции читать, ну, такой печный шли, действительно, едешь по лесной стороне, несмотря на то, что там города, и сведено много уже лесов. В лесу можно было прячется от степняков. Степень выводила русских людей на море, но степень была традиционной опасной зоной. А, кстати, кто-нибудь может сказать, вот волны степных степняков, с которыми постоянно существовали сначала праславяне, потом славяне и потом наши предки. Вот самая первая волна, которая пришла из степи, из которой мы сражались праславяне. Это что за народ был? А? Нет. Конно-Варе. Был лицо в какой национальности? Кемерицы. Кемерицы. Значит, Кемерицы. После Кемерицев кто пришел? Кельтей. Скифы. После Скифов. Гунны. Нет. Сарматы. Сарматы, совершенно верно. Дальше, после Сарматов. Гуты и Гунны. Дальше поближе уже сюда. Кто еще? Авары. Ну, а дальше все просто уже. Вспомните Руслану Людмилу. От кого Руслан возвращается, когда ему, так сказать, заживляют раны? Кто штурмует Киев? И он помогает Киеву отбиться? Рад. Кто? Рад. 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 Выше? То есть у нас теплее. А вот кто помнит о ГТ-кризисе, детективе, там, убийство в Тисовой аллее? У нас в России Тисы где растут? Кавказ. А как там? Англия, значительно север, где Кавказ? Откуда там Тисы? Гарфстрим, совершенно верно. Это печка, которая позволяет... Значит, смотрите, запишите, пожалуйста. Средневидовая температура в России минус 5,5 градусов. А значит, Финляндия плюс полтора. Дело в том, что о Финляндии у нас впечатление по финской войне и жутко холодной зиме 39-40 года. Но дело в том, что жуткая зима тогда была не только в Финляндии, но и в Смоленске, например, в области народ замерзал. Значит, для сравнения, смотрите. Средневидовая температура в Москве плюс 3,8. Это была средневидовая температура по России минус 5,5. По Москве средневидовая температура плюс 3,8. В Санкт-Петербурге 4,3. А как вы думаете, сколько в Ванкувере, это в Канаде город? Плюс 5,6. Плюс 9,8. Монреаль плюс 6,7. На широте иногда говорят, да вот в Канаде, в Канаде, в Канаде, да канадцы живут в таких же условиях, как мы, и вот там как хорошо. Это в районе совершенно осознать. Иногда осознать, иногда просто, сказать, и вот разлируют двоечки. Дело в том, что на широте Москвы в Канаде расположены поселки, вот с такими названиями в основном, Ураниум-Сити, Ради-Город. То есть там люди работают вахтовым методом. Там люди постоянно не живут на широте Москвы. А, кстати, вот так на вскидку, город Нью-Йорк, на широте какого города на территории СНГ? Краснодар, Кавказ. Краснодар. Краснодар. Поэтому в Нью-Йорке, в ноябре, это, запишем еще одну такую вещь, есть замечательный термин. Эффективная площадь. Это вопрос о том, что у нас очень большая страна. Эффективная площадь. Его ввел французский географ, анархист Элизерий Блю, друг Кропоткина. Эффективная площадь. Это территория, которая находится не выше двух тысяч метров над уровнем моря. Среднегодовая температура там должна быть не ниже минус двух. Значит, Россия занимает пятое место в мире по эффективной площади. Мы самая большая страна по площади. А по эффективной площади мы занимаем только пятое место. Значит, 55% нашей территории – это вечная мерзлота. Олени и пастбища – 19%, а земель, пригодных для сельского хозяйства – только 13%. То есть Россия – это страна оленеводов на самом деле. Олени и пастбища. Олени и пастбища. Олени и пастбища – 19% территории России. И 13% – это то, что пригодно для сельского хозяйства. Не случайно наше земледелье называется, вот на России называется «зоной рискованного земледелия». Кто мне скажет, как у нас в страну до революции измеряли урожайность? Какое было словечко, в котором измеряли относительную урожайность? Сам. Сам, совершенно верно. И сколько у нас было, кто знает, сколько у нас было в центральной части России урожайность? Сколько самов? Сам-3, сам-4. Сам-3 – это тот предел, ниже которого нельзя заниматься земледелием. Что значит сам-3? Я бросаю одно зернышко и получаю три. Это и есть сам-3. Из этих трех зернышек одно я должен оставить, чтобы посадить в марте, апреле. Одно я должен оставить на пропитание. Ну и одно должно быть какой-то избыток. Если сам-2, то уже бесполезно заниматься земледелием. Но при схеме 7-3, 7-4, это означает, я только выживаю. Поэтому русский земледелец, великорусский пахарь, как говорил, замечательная наша история, говорит Милов, это человек, который выживал. Потом закончил выживание, и ему обязательно нужно было заняться еще охотой. Сделать какие-нибудь, скажем, штуки-дрюки, которые отнести в город, продать. Заняться рыбалкой. То есть, с земли можно было только прокормиться и выжить. Поэтому не случайно, когда в 90-е годы 19 века промышленность убила сельские промыслы, и оказалось, с охотой и рыболовством тоже возникли проблемы, У нас впервые в истории возник общий страной, ну, в европейской части страны, голым. В 1892-1993 году. Значит, иными словами, когда говорят, какая у нас богатая страна, да, у нас богатая страна богата очень многими вещами, но, с точки зрения земледелия, у нас есть только 13% территории, урожайность невысокая. А как вы думаете, а сколько урожайность в Англии была в 16-17 веках? Вот, исходя из вот этой категории сам. У нас сам 3, сам 4. Не, не, это было бы через чур. Сам 6. Дело в том, что как только урожайность достигает сам 6, начинают высвобождаться руки из земледелия. Люди начинают, начинают, не нужно столько людей, чтобы произвести воду, и люди начинают топать в город. То есть, помимо прочего, развитие города связано с урожайностью. И есть еще одна вещь, которая тоже характеризует наш потенциал и объясняет очень многое в нашей истории. Я уже назвал фамилию, есть замечательный такой историк, Милова, который написал книгу «Великорусские паха». Милов и его школа очень хорошо показали, что совокупный общественный продукт, который создается в России в сельском хозяйстве, очень невелик. По сравнению с тем, что производится в Европе, я уже не говорю про Китай, где собирают там 2 рисовых урожая, про Индию, про Индонезию и так далее. Значит, у нас очень небольшой совокупный общественный продукт. Это означает, что верхушка не может забирать у населения очень-очень много, потому что, выражаясь простым языком, она может забирать марксистским языком прибавочный продукт, но не трогать необходимый. И так оно и было действительно до 18 века, пока российская верхушка жила по потребностям российским. Но после реформы Петра русское дворянство захотело жить как в Европах, а следовательно, чтобы жить как в Европах, вести европейский образ жизни, нужно было забирать больше крестьян. И поэтому, скажем, во время правления Екатерина, уровень степени эксплуатации и крепостных, и государственных крестьян увеличилось в 3 раза. То есть, вот то, что у нас такая низкая урожайность была в сельском хозяйстве, здесь возникала очень такая интересная вещь. Как только русская верхушка начинала жить не по потребностям русского хозяйства, а по потребностям Запада, она начинала отнимать у населения не только прибавочный продукт, но и часть необходимого. И вот эта западнизация России, она несла очень большие беды населения, у которого начинали отнимать значительную часть необходимого продукта. И это связано было с тем, что совокупный продукт, который производился в России, он был невелик. Поэтому не случайно одной из главных функций власти в России, центральной власти, центроверка, был учет и контроль. То есть, была ранжированная система, и власть следила за тем, чтобы верхушка не слишком усердствовала в эксплуатации населения. Не потому, что они любили население, а просто это ломало всю систему. То есть, нужно запомнить этот момент. Небольшой по объему совокупный общественный продукт, связанный со спецификой сельского хозяйства. И еще одна вещь, которую я хочу такой пить, чтобы мы об этом подумали. Значит, помнили об этом. В советское время в учебниках писалась такая фраза. Феодализм в России развивался не вглубь, а вширь. Но то же самое писали и про капитализм. Капитализм в России развивался не вглубь, а вширь. Вот давайте представим, что это так наглядно. Есть некая территория, и феодализм по ней развивается не вглубь, а вширь. Он как бы бежит по ней. А затем также бежит капитализм. То есть, он развивается не вглубь, а вширь. Что это значит? Что это значит с точки зрения того, что некая социальная система... Я сейчас не буду говорить о том, что феодализма у нас никогда на самом деле не было. Мы сейчас берем просто некую характеристику в феодализме, которая не идет вглубь, а идет вширь. Это что означает с точки зрения его... Что это за общество, в котором феодализм вширь, капитализм вширь, коммунизм он так тоже был вширь на самом деле. Это что означает? Вот представьте, у вас есть батон хлеба. Вы его режете вот таким вот образом и обмазываете маслом. Замечательно. А потом вы вдруг решили взять вот так батон, разрезать вот так, и тот же кусок масла размазать по нему вот уже по этой... Что от масла останется? Вы вкус масла почувствуете? Нет. Это лишний раз говорит о том, что вот эти все понятия, феодализм, капитализм, они не объясняют то, что происходило в России. Здесь было что-то, что-то другое. И вот это что-то другое мы с вами будем, сказать, определять. И еще одна вещь очень важная. Как бы вам это проще объяснить? Вот, знаете, когда смотришь фильм французский «Три мушкетера» замечательный, 59-го года с Жоржем де Кривером и Жераром Баре, ну и любой вообще французский фильм, а я английский про англо-французскую жизнь, ты этому веришь, потому что каменные замки, буйство вещественной субстанции. А вот когда мы начинаем читать фильмы из западной жизни, обязательно прокалываемся в каких-то мелочах, связанных с вещами. И связано это вот с чем. Для Запада характерно такое вещь, как буйство вещественной субстанции. Там даже деревни каменные. Это очень хорошо заметил наш народоволец, был такой народоволец этих каменных, который потом стал манархистом. И вот он написал вам следующую речь, побывав во Франции. «Перед нами открылось свободное пространство у подножия Салев, это город. И мы узнали, что здесь проходит уже граница Франции с Швейцарией. И это огромное количество труда у меня положит поразило. Смотришь в поля, каждый клочок огорожен толстейшей, высокой стеной. Склоны города обделаны террасами, и вся страна разбита на клочек, обгорожена камнями. Я сначала не понимал загадки, которые мне все это ставило, пока наконец для меня не стало уясняться, что это собственность, это капитал, миллиарды, миллиарды, в сравнении с которыми ничтожество, наличный труд поколений. То есть, что фиксировали в Тихомире, мы сейчас продолжим это чтение, что есть обеществленный труд, камень, дома, и есть живой труд. То есть, собственно говоря, два вида труда, обеществленный и живой, и вот в Европе этого обеществленного труда масса. Что такое у нас в России прошлый труд? Дичь, гладь, ничего нет. Никто не живет в доме деда, потому что он при самом деле два-три раза сгорел. Что осталось от деда? Платье? Нет. Корова? Да ведь и платье слипалось до одной, корова издохла. А здесь это прошлое охватывает всего человека. Куда ни повернись, везде прошлое, наследственное. И невольно бы назревала мысль, какая же революция закрушит это каменное прошлое, всюду вросшее, в котором все живут, как моллюски в коралловом рифе. Смотрите, вот это очень важная вещь. Европа, ограниченное пространство. И забегая в крючок, я отвечу, что вот у нас антагонистические отношения, в Европе феодалин формировался так. Приходил феодал и отнимал землю у крестьян, и говорил, я вас буду защищать. Потому что земли было мало. В Европе артагонистические отношения между князьями и общинами никогда не складывались по поводу захвата земли. Потому что земли было навалом. И потому что ты хочешь отнять меня землю, ну бог с тобой. Я уйду из Смоленского, Оксто-Киевской, Междуречья, где сейчас Москва, и буду там жить-поживать. А ты решишься, ручек, руку. Поэтому здесь отношения развивались совершенно по-другому. И соотношение овеческопленного труда и живого принципиально иное было. И вот очень важно, что Тихомеров сказал насчет революции. Какая же революция сокрушит это каменное прошлое, всюду вросшее. Смотрите, что такое капитал? Это веществленный труд, это спрессованное время, это спрессованная собственность. То есть время, собственность, право – это категории однопорядковые. В России, как вы знаете, к времени и к собственности относятся очень, мягко говоря, спокойно. У нас важно пространство и власть. Более того, далеко не все люди у нас понимают, что такое собственность. Я помню, лет 15 назад я одному нашему очень продвинутому экономисту объяснял, что бюрократия не была собственником в Советском Союзе. А что он мне говорил? Я сам был бюрократом в Советском Союзе, я мог распоряжаться собственностью, я мог делать, чего хочешь. А что я объяснял? Что право распоряжаться – это еще не есть собственность. Как говорил Карл Маркс, собственность не есть кража, это юридическое отношение. Я говорю, было зафиксировано, что это ваша собственность. Он говорит, зачем это нужно? Я и так этим распоряжался. Вот это и есть специфический подход к некоему имуществу, которое не было собственностью. И я подчеркиваю вот этот момент насчет революции. Когда в 23-м году провалилась революция в Германии, Бухарин издевался над немецкими рабочими и говорил, что немецкие рабочие убегали от пульта, чтобы не повредить газону, потому что газон – это вложенный труд, это собственность, которую нужно уважать. Понятно, Бухарин утреял. Но вот ни утреял, ни другое. Эрнест Хеменбей был журналистом в 23-м году в Германии. И когда революция уже провалилась, была подавлена, там в некоторых шахтах заперлись рабочие, которые заперли работу власти. Ну и Хеменбей погас к нему брать интервью, его пропустили. И Хеменбей спросил рабочих, а почему вы не можете пригрозить власти, а властям, что вы взорвете шахты, если они не примут ваши требования и вас не выпустят? Немецкие рабочие его не поняли. Как это – взорвать шахты? Шахты – это результат труда, это собственность. Как можно взорвать то, что является результатом труда и собственности? Вот это принципиальное отношение к собственности, связанное с буйством вещественного, вот этого вещества, вложенного труда, это то, что принципиально отличает Россию от Западной Европы. Это не значит, что Россия плохая или Западная Европа плохая. Это принципиально иные системы соотношения живого труда и овеществленного. В России живой труд был всегда важнее. У нас не было замков, потому что для замков не было камня. Был еще целый ряд других факторов, которые определил наше различие с Европой. И у меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему герои Западноевропейского эпоса – это герцоги, рыцари, это, например, рыцари Круглого Стола, король Артур, а в русской истории главные герои Былин – это богатыри. То есть это люди, которые выражают, скорее всего, это часть всего простолюдины, которые выражают соборную сущность русского народа. Обратите внимание, вот попробуйте вспомнить, в русских Былинах, кто у нас представители Верхушки? Есть в русских Былинах? Бабли, Бабли. Не-не-не-не, это не Былина уже. Былинные герои. Владимир Красное Солнышко. Он позитивный персонаж? Не позитивный. Потом есть еще князь в сказе о Ставле Гадиновиче, и есть Былина о Вальгире Микуле. Вальга – это князь, Микула – это простолюдин. Микула побеждает князя. Дальше. Из трех богатырей знаменитых – Илья Морбец, Алеша Попович и Добрыня Никитич только один относится к Верхушке, причем очень косвенно, не зелько. Это Добрыня Никитич. Дело в том, что это народ уже переделывал Никитича. Добрыня, на самом деле, он не скинич. Не скиничи – это правящий род древлянской земли. Это та самая земля, которую якобы Ольга сожгла княгине Ольгу с помощью этих самых. Голубей. Ну, это, естественно, миг. Таким образом, русские богатыри – это представители народа. Герои, русские, блин, герои западного эреса – это герцоги, графы, рыцарей. Почему? Почему? Что, такие русские были демократы исходно с самого начала. Что лежит в основе этого различия? Оно весьма принципиально. Оно потом пикнется в 19 веке, когда Пушкин напишет «Английский мужик уважает своего барина, а русский мужик своего барина не уважает». Но, правда, в 19 веке к этому неуважению добавилась еще одна штучка, связанная с 18 веком, но, тем не менее, это то, что идет из очень раннего и средневековья. Какие есть идеи? Почему столь разные герои, грубо говоря, жесткий классовый принцип в героизации персонажей, на Западе это классовый принцип, в России это принципиально-фактически. Почему? Под заказ, любые былинные сказы делаются под заказ. Это то, что мы говорим, как Горбачев сказал, и это мы отвергаем от экстремизма. Так, дальше, поехали. Ну, что, по-моему, власть хорошая, а в России плохая? И чего? Нет, то, что у них есть все, получается, а у богатырей вроде ничего, но они духом силы. Так. То, что правят только те, у кого есть капитал, есть власть. Какие капиталы сегодня говорят? Ну, что вы. Так, еще, еще, еще. Старайтесь думать, во-первых, старайтесь думать практически, а во-вторых, старайтесь думать с помощью того, что называется боковое мышление, lateral thinking. Кто знает, что такое lateral thinking, боковое мышление? Кто читал? Запишите. Эдуард де Бонум. Боковое мышление. Оно по-разному переводится. Lateral, это по-английски, побочный, боковый. Никто никогда не сталкивался с этим, да? Боковое мышление – это неординарное мышление. Значит, у него штук 14 дней было удобного. Я познакомился с этой книгой, в советское время был замечательный журнал «Изобретатель и рационализатор». Там процентов 70 было то, что мне было непонятно, а вот 30 процентов были разные вещи, связанные с как усовершенствовать мышление, там различные загадки в духе Марджина, Гарна или когда. Так вот, чтобы понять, что такое боковое мышление, пользуйтесь нестандартными ходами. Значит, начинается книжка с такого эпизода. «Древний Иран» или «Средневековый Иран» «Два купца, один богатый, другой бедный». Бедный задолжался богатому, пришло время платить, у него нет денег. И тогда богатый говорит, я знаю, что у тебя нет денег, но мы можем выйти из положения таким образом. У тебя есть красавица дочь молодая, ты выдаешь ее замуж за меня, и я похищаю тебе долг. Ну, я понимаю, я старый, она не хочет за меня уходить замуж. Мы положимся на волю Аллаха, значит, будут два свидетеля, и вот, видишь, валяются черные беленькие камешки, она возьмет два камешка черные, то есть я возьму два камешка черные-белые. Если она вытаскивает белый, я прощаю долг и отпускаю ее. Она не будет моей женой. Если черный, она будет моей женой, и я прощаю долг. Зовут двух свидетелей, клянутся именем Аллаха, значит, старый котец берет два камешка, девушка замечает, что он берет оба камешка черные. И ты потом пишет, ваше действие в такой ситуации, можно ли переиграть злодея? Нет, она же выбирает. Нет, девушка поступает по-другому. Она говорит, вот в этой руке берет камень, не глядя на него, выпускает и говорит, фу, какая я неловкая. Ну, давайте посмотрим, что в другой руке. Тогда будет ясно, что я вытащила. И вариантов два. Либо она вытащила белый камень, либо он говорит, что был черный камень, и признает, что он нарушил взаимоиде Аллаха. Вот это и есть лето-алфинкель. Поэтому, когда я вам задаю вопрос, пользуйтесь принципом лето-алфинкель и все время задавайте вопрос, кому выгодно, и какие социальные обстоятельства могли подтолкнуть к тому факту, что в Элинах закодировался демократический принцип, а в Западной Европе не закодировался. Что не нужно было европейцам, что нужно было русским князьям, почему остался... Когда говорят про загадочную русскую душу, я вспоминаю Александра Александровича Зиновьева, с которым я дружил. Он еще не любил такие вещи. И он себе говорил, что такое загадка русской души? Русская душа – это русский бардак, перенесенный в одну отдельно взятую голову. Поэтому давайте попробуем все-таки. Смотрите. Сколько... Вот, восьмой, девятый век. Как вы думаете, сколько была рыцарская команда у графа или герцога? Про баронах не говорю, но вообще чуть-чуть. Сколько рыцарей было? 15-20 рыцарей. Это очень... Кстати, рыцарь – это танк. Вот, например, в 1309 году битва была прибавлена в городе, между шотландами и англичанами. Девять рыцарей-темплиеров, которые удрали из Англии, они обратили в бегство почти 800 человек англичан. Потому что рыцарь – это танк просто. Это вот... То есть, если человек в полном вооружении, он разгонит... Ну, один рыцарь мог разогнать 50-60 крестьян, элементарно совершенно. Поэтому... Причем крестьяне все были безоруженные. И обратите внимание. В Европе уже в 8 веке крестьяне были разоружены. Они... То есть, произошла очень важная вещь. Даже можете формулировку написать. В Европе в 8-9 веках произошло разделение мирных и военных трудовых функций. То есть, есть люди, у которых меч, и есть люди, у которых ничего. Которые, в лучшем случае, могут взять посох или лук, уйти в Шармутский лес там вместе с Робин Гудом. Единственная угроза, с которой сталкивался западноевропейский герцог, граф или барон, это другой граф, герцог, барон, который мог ему составить угрозу. Ну, викинги придут. Он спрячется в каменном замке и отсидится. Кто был главной угрозой для русских князей 9-10 веков? Степники. Сначала хазары, половцы, печенеки. И для них, например, самая большая дружина была у киевского князя. 800 человек. Это вам не 20 рыцарей. Но 800 человек это не что, чтобы выйти, скажем, против 10-12 тысяч печенеков. Нужно, чтобы вышел весь город, община. А для этого нужно, чтобы люди были вооружены. У них должно быть оружие. В 12-м веке по киевскому законодательству право ношения меча имел даже рубичич. То есть, сын свободного человека и рабыни, у него был меч. Люди, вооруженные мечом, это очень плохой объект для эксплуатации. И показательно, что не только князь не доверен на население, но, скажем, князь пошел на соседние княжества или удачный объект на Византию. Часть добычи он отдавал городской общине. То есть, ему нужна была поддержка, постоянная поддержка общины. И вот этот фактор, наличие кочевого фронтира, оно обусловливало большую демократичность русского общества. Все ловли быть вооружены. И отсюда было Вече. Кстати, очень интересно. Термин Вече у нас пропадает в эпоху, когда установилась власть Золотой Орды. То есть, когда у князей появилась возможность в случае чего позвать ордынцев, которые могли нагнуть свое же население. Значит, вот это первое различие между Европой, Западом, Еврофранкским, Западом и Русью, которое уже было в IX веке. Еще одно различие. Кто знает, откуда, кто, что было главным источником богатства для русских князей до середины XI века? Земледели или что-то другое? Мехар. А армехарник куда девали? В рамках. Мехар, рабы, лошади. Украшения. То есть, движимое имущество. До середины XI века, когда в Европе уже был вовсю феодализм, русские князья. Основным источником богатства для них было не земледелие, как при феодализме это бывает, а торговля. И когда в середине XI века торговля стала приходить в упадок по двум причинам. Во-первых, появились турки-сельджуки в Византии и начал рушиться путь из варяг-греки. И вот тут князья начали давить местное население. Результат – городские восстания середины XI века. Население тут же ответило восстаниями и побежало в Обско-Волжское Междуречье. Значит, второй фактор, который резко отмечал с самого начала развития России, Руси от Запада – это тот фактор торговли. Западноевропейским феодалом торговать было особенно нечем, да и не с кем. Поэтому все тащили свое, тем более, что земля давала большое урожай. А здесь и урожай невысокий, и торговать можно. И, наконец, еще один фактор – обилие свободных земель, который, с одной стороны, делал ненужным ее зарплат вернушкой, а с другой стороны, если земель свободных много, как в фильме «Бумбараш» делал, бумажечку твоей махорочкой напью, я уйду за 200 километров, и вообще ты меня не увидишь, князь. То есть вот эти факторы – огромное количество земель, возможность торговли и наличие степняков, они до прихода Орды совершенно по-другому тащили русскую революцию. Она была принципиально другой, чем на Западе. И еще было одно существенное отличие, которое с самого начала развернуло Русь в другом направлении. Скажите, пожалуйста, вот есть герцог-граф, допустим, в городе Милан. Они не сошлись по какому-то вопросу. Кто решает спор между ними? Старший феодал. Старший феодал – король или архиепископ. А на основе чего он решает? Какие-то они решают. Не-не-не-не-не. На основе права. На основе правовых установлений. Рюриковичи правили Многородско-Киевской Руссией не по отдельности, как западноевропейские феодалы, а как род, как биомасса. И вы, наверное, знаете, что очень долго принцип передачи власти от отца к сыну, он был вторым принципом. Первым был принцип старшей рода. То есть умирает киевский князь. На его место переезжает князь Смоленский. Смоленск переезжает князь Черниговский. Это называется удельно-лестничная система. Как четко перебираются? Естественно, она часто нарушалась. Кого-то могли пригласить другого князя, брали землей. Мог сын захватить власть. Но, в принципе, правильный род. А если мы все родственники, то нам нужны правовые установления, чтобы решать наши задачи? Да нет, мы же родственники. Как вы думаете, это хорошо или плохо? Плохо. Плохо, правильно. Потому что право не развивается. И очень интересно, что в Киевско-Новгородской Руси князья совершали за свою жизнь по десятку клятво преступлений, клятво нарушений. И их прощали. Потому что мы же родственники. И поскольку мы родственники, нам не нужна правовая система. Не нужно обращаться, скажем, к архиепископу или кому-то еще, чтобы он решил нас по праву. Мы родственники. То есть, запишите, пожалуйста, это. Мы еще будем договорить. Генеалогический воссалитет господствовал над политикой правовой. Таким образом, уже в 9-10 веках вектор развития Руси существенным образом отличался от запада. И не потому, что Русь была плохая. Она была другая. У нас не было камня. У нас было много земли. А у нас было вооруженное население. И, кстати, то, что иностранцы иногда называют русское хамство, да, действительно, у нас хамство хватает. Но это очень часто вот такое отсутствие дистанции. Есть такой американский журналист Хедрик Смит. Это он придумал термин «Новые русские». Это редкий случай, когда западный человек, американец, пожив в России, очень хорошо понял суть нашей страны. И хотя лучшая книга, которую написал Хедрик Смит, называется «Пауэлл Гейн». Это об американской политической системе. Мне очень жаль, что она не переведена на русский язык. Это кирпич 800 страниц. Это журналистское исследование написано очень легко. У нас мы точно докторскую за него дали в каком-нибудь институте США и Канады. Это анализ четырех американской администрации. То есть, а последний книг Хедрик Смит называется «Кто убил американскую мечту». У него, кстати, хороший для журналистов английский язык. Если кто-то может читать по-английски, я очень рекомендую посмотреть. Так вот, Хедрик Смит много работал в России. И он написал книгу «Rushets» и «New Russians». Он не вешал никаких эрмотлов, но он описывал случаи, которые его совершенно поражали. И больше всего его поразил такой случай. Он ехал из Питера в Москву, где-то это был конец 60-х годов, и на перрон вышел адмирал. И вышел, просто выскочил на перрон, был жуткий холл совершенно, адмирал не надел шарфу, он просто шиней накинул. И две упорщицы, тетеньки, две наши такие вот, как обычно, которые убирают там, они ему заключали. «Ты что делаешь? Ты куда вышел? Ну-ка иди шарфу надень немедленно. Ты что, простудишься?» Адмирал пошел и дел шарфу. И Хедрик Смит пишет, «Это невозможно в Америке, потому что это нарушение привоси. Это привоси? Как это? Вот как это? Кто-нибудь из вас смотрел фильм «Дежавю»? Помните, там приезжает поляк, который должен убить мафиоза здесь, в Москве, и вот сталкивается с ситуацией, кто-то надевает ему халат, и он говорит, показывает человеку, что он говорит, «Привоси!» А тот ему говорит, «Да ты не кипятись!» Вот. И здесь, здесь та же самая вещь. Хедрик Смит поражен, две какие-то тетеньки, незнакомые, явно, надо сказать, улучшица, адмиралов, говорят, «Ты что делаешь?» «Ну-ка иди шапку надень, простудишься!» И он идет и надевает шапку. То есть, это нормальное отношение между русскими людьми. Это совершенно невозможно в англосаксонском мире. Хотя тоже есть гладации. Герцов во время, в одном замечательном своем произведении, мы не будем говорить, что, сказать, «Герцов сам» или «Диска», но «Былой и Дума» это одна из главных книг 19 века, он пишет, что разница между французским, полицейским, и английским полицейским. Следующий. Если два француза начнут друг друга мордовать, то полицейский французский вмешается, ну, либо когда уже один будет убивать другого, либо, если кто-то из них обратится к нему, то есть француз обратит, я работал, француз обратится сразу, а английский полицейский обратится только в том случае, если его позоруют. А так он будет ждать, пока его позоруют. Это не вмешательство, потому что когда они мордуют друг друга, это превысит. Ну, вот если выбиваем, это, конечно, нехорошо. То есть, вот это, Вот наше хамство, когда вам изведено, могут нахабить в транспорте, это обратная сторона, это обратная сторона вот того, что идет с 10 века. У нас нет градации очень сильных между верхом и низом. И вот скажем, в штатах, вот когда я жил в штатах, я жил в районе, ну где не было абсолютно там бедноты, там очень четкая социальная сегрегация пространства. У нас это невозможно до сих пор, потому что рядом вот с районом, где живут очень богатые люди, вот за забором могут жить совсем-совсем другие люди. И эта вещь совершенно неистребимая, потому что тысячелетний год нашей культуры был год. Кстати, наши перестройщики очень хорошо это понимали. Прораб перестройки Александр Николаевич Яковлев за полгода до своей смерти дал интервью, в котором он сказал, что устраивая перестройку, мы ломали не Советский Союз, мы ломали тысячелетнюю модель развития России. То есть, эти люди прекрасно понимали, что они делали. То есть, вот эта модель, они хотели ее подогнать под западный выбор. Но получилось, как получилось. Либерально-демократическая партия получилась лицом Жириновского, капитализм получился такой, так сказать, вот как он получился, и многое-многое другое. То есть, вышла нечто, нечто совсем иное. Потому что, не потому что эта система плохая, повторяю, или хорошая, она вот такая. И эта система такая, как она сформировалась тысячу лет назад. А как известно, революция крупных, сложных систем необратима. Отмените сейчас кастовую систему в Индии. Индия просто рухнет. Поэтому кастовая система в Индии сохраняется. И более того, Индия является единственной формальной демократической страной в Азии только потому, что всю черную работу делает кастовая система. А вот там, где кастовая система нет на Востоке, там демократические институты не прижились. Потому что за них никто не выполняет черную работу. Таким образом, в самом исходном моменте, я не говорю о том, что наша история начинается с 9-10 века. Я думаю, что наша история значительно раньше. И раскопки в Аркаиме, и то, что сейчас находят на Севере, говорят о том, что у нас значительно все это появилось раньше. Просто у нас нет времени заниматься этой частью истории. Хотя, я бы, безусловно, рекомендую книги какие-то по этому периоду. И от этого периода у нас очень-очень много чего осталось. Например, осталось замечательное слово «крамола». Кто знает, что реально стоит за словом «крамола»? «Вольба Богу урага». «Вольба Богу урага». Совершенно верно. Вольба Богу урага. Но, так сказать, православные священники зафиксировали, что это нечто крамоло, это нечто плохое. Потому что нельзя боиться Бога урага, можно болиться только христианскому Богу. Поэтому мы ограничились к периодам 9-10 века. И уже в этот момент эволюция России, Руси, шла в совершенно другом направлении. Потом на это наложилась Орда, потом на это наложился Петровский эксперимент, потом антигипетеристический эксперимент. То есть, это развитие шло абсолютно определенным, так сказать, образом. И оно принципиально иное, чем на Западе. А вот теперь, представьте, вам нужно объяснить кому-то, ну, слово, там, марсианину, американцу, неважно, кому. Вас спрашивают за этот вопрос. Вот что является константой, константой русской истории? Вот константой индийской истории является каста. Константы истории арабских племен – это племя, которое сохраняется до сих пор. Например, Каддафи, убиенный, он в племени Каддафа – это человек с племенами сознания. Константы индийской истории арабских племен – это полис. У нас есть что-то в нашей истории, вот, постоянно, что можно сказать? Вот это то, что у нас не меняется или меняется по принципу лампедузы. Принцип лампедузы звучит по-французски на плюс ашал же, а плюс аэст мэмшос. Чем больше это меняется, тем больше остается самим собой. Вот у нас есть что-то такое, вот за что можно вхватить, сказать? Вот это вот постоянно в нашей истории, в никуда не девается. Вот есть это? Может, самая неклассная родственность, вы можете сказать, она не явно проявлена, но сознательно она и есть. Я понимаю, в каком направлении, так сказать, работает ваша история. Но в целом правильно – это то, что называется в России неформальные отношения, теперь дружба. Вот, и очень интересно, у нас предполагалось, что после дефолта 98-го года мы будем восстанавливаться очень-очень долго, но восстанавливаться довольно быстро. Причем социологи объясняют это тем, что в России неформальные отношения важнее формальных, и вот то, что называется в России, так сказать, дружба и неформальные отношения, это позволило вытащить. Кстати, вот наличие этих неформальных отношений, оно лишний раз говорит о том, что психоанализ у нас никогда не привьется, это обязательно будет большей частью жулики. Но, кстати, он не привьется и в Японии, и в мусульманских странах. Я когда жил в Америке, вот в том городе университетском, где я жил, там на городок с населением в 30-х жителей было 200 психоаналитиков. А как думаете, психоаналитик, какой, это вот, кстати, тоже различие между социальностями, психоаналитик какую функцию выполняет, ну зачем нужно? Выслушать, а что, больше некому выслушать, только можно к незнакомому человеку пойти и начать его грузить. Кстати, поэтому в России есть несколько серьезных психоаналитиков, которые, я объяснял, что если психоаналитик работает по полной программе, то через три сеанса он сам может быть психоаналитиком, потому что это очень серьезный труд. А вот почему, вот я оттолкнулся от того японца-психолога, который говорил, в японском обществе психоанализм не нужен. Это при том, что там очень высокий уровень самоубийства. Почему, кстати, в Европе психоанализм связан с какой религиозной традицией? С католицизмом или с чем-то другим? С католицизмом в Союзе. С протестантизмом, прежде всего. Хотя он возник в Вене, но распространился психоанализм в протестантизме, а вот с чем-то связан? А почему, скажем, который-то мне очень нужен? Это уже как мода потом пошла. Почему? А? Нет, нет, нет. Исповедь тоже. Но дело в том, что у католиков есть обществ, а протестанты очень атомизированные. Так вот, то, что решает психоанализм в Америке, в России решается по-другому. Это поход, так сказать, пойти попариться с друзьями, а потом приезжать по пиву. Вот это решает все проблемы. Не надо психоанализм, который рассказывает, что своя проблема. Все свои проблемы уже приятные рассказать, с которыми ты контактируешь. И это тоже принципиально разные формы социальности. То есть здесь все абсолютно другое. И вот мне понятно логика, в которую мы двинулись. Но это все-таки не магистральность. Есть что-то аналогичное касте, клану, племени. В России вот есть что-то, логичные капиталы назад, есть что-то, что у нас твердое. Вот зацепились. Да, это есть. Пройди сошли на одну. Что еще? Власть. Власть. Это то, что русские люди прекрасно понимают. Что такое власть? Власть не государства. Но власть, естественно, должна обладать некой атрибутикой. Вот люди интуитивно понимают, что Горбачев – это не власть. А вот Ельцин, при всем его самодурстве, это власть. Власть в России – это очень штука специфическая. Не смодержавие российская, не советская власть, они, их западные теории, теории, если бы на основе разработана западная, они их вкладить никак не могут. Например, часто говорят, что самодержавие – это деспотизм типа восточного. Другие говорят – нет, это абсолютизм типа Франции 17 века. Я сейчас не буду говорить, что этот термин неадекватный. Допустим, мы это покупаем. Но смотрите насчет деспотизма и насчет абсолютизма. Модельным восточным деспотизмом считается Китай. Жизнь китайского императора была зарегламентирована до такой степени, что было зафиксировано четко, какое количество времени у него может провести наложенец. 45 минут. Дальше приходил Ельцин и уносили. Жизнь, то есть над китайским императором была традиция. Она жестко определяла китайскую власть. Давайте посмотрим на французский абсолютизм. Хотя Людовик на самом деле 14 никогда не говорил фразу «государство – это я, ему ее приписали». Но дело в том, что даже если он ее говорил, кроме него, в государстве был парламент. И вот характерный эпизод. Последние два года жизни Людовик 14 провел в слезах. Он плакал вот по какому поводу. Он знал, что когда он умрет, рекетом станет герцог Амрянский, которого он на ногу не переносил. И вот Людовик понимал, что вот он к закону встанет и, так сказать, плакал. Вы можете себе представить, что русский царь такой плакал? Этому регенту открутили бы вообще все, что возможно, и не было бы никакого регента, проблем была бы решена. То есть над Людовиком 14 был закон над русской самодержавием. Закона никакого не было. Русское самодержавие было ограничено в два хода, и оно после этого рухнуло. Первым ограничением русского самодержавия было 5 апреля, произошло 1797 года, когда Павел I принял закон о престолу наследия. Старший сын наследует отцу. Потому что по логике самодержавия, никакого порядка установления, порядка смены власти быть не должно. Все решает самодержавица. Петр I это хорошо понимал. Иван Грозный это хорошо понимал. Он время от времени призывал своего сына Ивана, убийство которого мы его потом приписали. На самом деле Иван Грозный не убивал своего сына, это ложь абсолютная. Он его призывал, и чтобы подразнить, говорил, что хочу пригласить принца датского, чтобы он правил. И Иван сбился, молчал. Он понимал, что отец самодержавец, а в системе самодержавной власти никакого ограничения самодержавной власти быть не может. Потому что самодержавная власть над законом и над эгрегией находится. Второе ограничение самодержавной власти, это был октябрьский манифест Николая II, но на этом самодержавная закончилась. Давайте теперь возьмем власть советской власти. Как она функционировала? Значит, смотрите, Ленин в 2018 году пишет. Это мы сейчас простоем такую общую взгляд на русскую историю, чтобы понять то главное, что мы будем изучать. Значит, Ленин пишет. В 2018 году диктатура партии есть диктатура, не ограниченная никаким законом и опирающаяся на насилие. Кто-то может сказать, ну это 2018 год, гражданская война, наверное, все изменилось. Давайте посмотрим на 1961, по-моему, 1961. Дело Рокотова, Яковлева, Файбышенко. Это были три короля московского черного рынка. Фарцовщики. То есть они покупали валюту у иностранцев, перепродавали и делали деньги. Значит, они посчитали, что, скорее всего, они успели накопить миллион рублей, пока их не возьмут. Но по советскому законодательству, они могли получить за свои деньги три года, они полагают, что они отсидят три года, выйдут и будут жить, разделят этот миллион на 330 тысяч каждому и будут жить. Так оно вышло, они успели заработать миллион рублей. Их арестовали, но им вообще не повезло. Хрущев в это время жил в Западном Берлине, и он еще не знал про эту историю, он не успел прочесть утренние газеты. Немецкие журналисты спросили, у вас миллионеры есть? И Хрущев сказал, ну что, вы сумасашки, а ему сказали, а вот ваши газеты, у вас арестовали. Ну, Хрущев был простой человек, вот, так сказать, от суммы один миллион. У него, как говорил наш кодек Райкин, голова с циркулью пошла. И он приехал, когда Советский Союз вызвал глава генерального прокурора и сказал, что это очень жестко, не совсем цензурный творог, что это такое, как понять. Ну, и Грайкин Корр сказал, да, вот один трешник по себе. Да, Хрущев сказал, какой трешник, стены поставить. Генеральный прокурор сказал, нет таких законов. И Хрущев сказал фразу, которую слышали несколько мемуаристов. Он сказал, как это так нет. Мы, коммунистическая партия над законом, или закон над нами. То есть коммунистическая партия находится над законом. Это 650-й год. И теперь давайте возьмем предпоследний год существования Советского Союза, 1990-й год. Секретная записка 15703, которую заместитель Горбачева Ивашко, был такой секретарь ЦК, написал ему летом 1990-го года. Я цитирую почти на слову, потому что ты читал, и мы ее опубликовали в свое время. Ивашко пишет Горбачеву. Уважаемый Михаил Сергеевич, опыт восточноевропейской коммунистической партии показывает, что имущество КПСС не защищено законом, то есть не является юридической собственностью. В связи с этим необходимо создание невидимой сети партийной экономики, ну и так далее. То есть, опять же, партия находится над законом. Таким образом, что коммунистическая партия, что самодержавие, в отличие от власти на Западе и на Востоке, на Востоке, они находились над законом и над властью. Очень интересно и показательно, что все люди, которые в России боролись против самодержавия, они в своих планах воспроизводили ту же матрицу. Например, Павел Пестель. Скорее вы помните, что программа Пестеля противоставлялась программе Муравьева. То есть, Муравьев на конституционную монархию, Пестель за республику. На самом деле, Пестель готов был, в случае чего, и на монархию, а Муравьев при некоторых условиях готов был и на республику. Главное различие было не в этом. Главное различие было в том, что Пестель нашел термин «дорусская власть». Он придумал гениальный термин. И действительно, смотрите, у нас исполнительная власть. Кто в стране? Премьер-министр. Значит, у нас есть, кроме этого, заграждательная власть, там, думаки. И у нас есть, там, конституционный суд, судебная власть. Если у нас премьер-министр исполнительная власть, то президент – это какая власть? Это что такое за власть? Верховная. Это как? Это все по Верховной? Это как? Ну, предельцы говорили так – гарант Конституции. То есть, кстати, смешная фраза, то есть не Конституция гарантирует президента, а он гарантирует. Так вот, Пестель придумал гениальный термин, на самом деле, для русской власти, который круче, чем термин Верховной. Значит, как Пестель считал, будет организована власть после победы декабристов? Ну, он при этом собирался вырезать северное общество, он был из Южного, он собирался их призануть. Вот, значит, он, да, и, кстати, у него был проект депортации евреев в Среднюю Азию. Вот, значит, Пестель вообще был очень интересный парень. Так вот, он считал, что будут власти, разделение властей будет, как в Америке, судебное, исполнительное и законодательное. Но над этим будет власть из 120 бояр, бояре назначаются пожизненные. Это будут члены Южного общества, которые вырежут северян. Власть эта будет называться блюстительная. Она будет смотреть, правильно ли вот эти власти, три, функционируют. Так вот, наш президент, это блюстительная власть. И то, как у нас функционирует президентская власть, это не отклонение от русской истории, это воплощение данных принципов русской истории. У нас власть находится над законом, над религией. Я никогда не забуду, как Ельцин поздравлял Алексея с днем рождения. Он ему звонит, это показывает по телефону, по термизору, у него ума не хватило, не пока. Он говорит, я вас поздравляю, как главнокомандующего всеми религиозными силами страны. Вы видите, не православными, потому что это православные, да. Поскольку это главная религия, значит, буддисты, иудаисты, мужемане, это все. Вот вы главнокомандующий, а вторая вещь, на которую видел мой коллега один в Кремле, выходит Ельцин с Будуна вместе с Алексеем, стоят военно-спортивные наши попы, вот, и не Алексей, а Ельцин говорит, Христос воскресе! Знаете, как Айнигу говорят, поистину воскресе, как служу Советскому Союзу! Вот, вот это, у нас церковь тоже служила, она тоже функционирует в системе власти, она хорошо знает, хорошо знает свое место. Поэтому мечта нашей церкви, поэтому, кстати, наша церковь так легко сдала Николая Второго, и церковь не нравился коммунистический режим, мечта нашей церкви, это феврализм, это то, что было после февральской революции, когда они ни кем не отвечали. То есть, русская власть, это очень специфическая власть, которая функционирует таким образом, что больше никаких властных субъектов быть не должно. Есть только оно, эта власть. Она, когда проявляется по-разному. Был такой эпизод, например, проявление русской власти, это когда садятся люди вокруг, за стол. А премьер-министром был Степаша, это 99-й год. Ельцер тяжелым взглядом обводит всех и говорит, не так сильно. И тишина. И народ встает и бежит, садится так, как надо. Вот это и есть русская власть, не так сильно. То есть, ты должен знать свое пространственное положение. И, кстати, вот этот контроль над пространством, он имеет, играет очень большую роль. Например, в советское время был замечательный совершенно, ну, газетный, еженедельное приложение к советскому спорту, футбол, потом стал за вас футбол-хоккей. Чтобы его купить, нужно было вставать, там, я не знаю, за час до открытия киоска, и его все равно не купишь. Но его можно было купить, например, в гостинице «Национар». А я учился тогда в институте стран Азиафрики, рядом в гостинице «Национар», и можно было зайти в гостинице «Национар» и их там купить. Нужно было пройти мир в Швейцар. А Швейцар не отпустили, а Бог не пустить. Потому что он контролирует это пространство. Я как гражданин Советского Совета, я имею право зайти куда угодно. Но на моем пути стоит человек, который у меня на контроль, на наше пространство. Какая колоссальная разница между функциями? 93-й год, 94-й год, я живу в Париже, пишу книжку. Это была до компьютерной эпохи. На машинке печатали. Машинка ломается. Я иду к своему коллеге Эммануилу Левстайну, который руководил проект, и говорю, Эммануилу, машинка сломалась, нужна новая. А это было по-французу, мы звонили, мы звонили, мы звонили, мы звонили, мы звонили, он звонит, он говорит, Андрей, иди, там тебе машинку дадут. Я беру машинку, захожу к нему, я говорю, Эммануил, а как я выйду из здания института? Он говорит, а в чем проблема? Я говорю, там сидит негр на входе. Я говорю, он меня спросит, вы куда машинку уносите? Эммануил, я сейчас по-местному, я говорю, Эммануил, он говорит, he is to answer your question, not to ask you questions. Он сидит для того, чтобы отвечать на твои вопросы, а не так, чтобы задавать. Я думаю, ну ладно, прошел мимо Диагра, потом, как Семенович Голубук в фильме «Бриллиантовая рука», я вернулся еще раз, прошел уже демонстративно с машинкой. Нет, потому что его дело отвечает. Он не контролирует пространство, его функция отвечать на вопросы. А вот швейцар может, важно меня пропустить, а может сказать, а вы почему, почему сюда заходите? Я сейчас наряд вызову. И все, вот это и есть принцип русской власти. Потому что если царь контролирует всю территорию, то швейцар контролирует вот эту маленькую территорию. Он мини-власть. И вот эта еще одна характера, еще по русской власти, она не делится на качественные части. Она дробится, дробится, дробится. Но даже самый маленький носитель этой власти, он обладает всей этой властью в полноте. Я жил в городке, где было три дома, мне было семь лет. И у нас назывался не управдом, а комендант. И комендант вывешивал у нас, комендант жил в городке, вывешивал указания по городку, но большую часть, естественно, и плевал. Но тем не менее он ввешал указания коменданта, такое-то по городку. Это тоже проявление, вот в этих мелочах проявляется принципиальное отличие того общества от этого. Скажем, так же, как если тебе продавщица в американском магазине улыбается, то не значит, что она к тебе хорошо относится. Тебе система улыбается. Так же, как если наша продавщица мрачная, что-то тебе отвечает, то не значит, что она тебя не любит. Это значит, что у нее проблемы в семье, там, или сын двойку получил. Система ее не обтесала, в отличие от западной системы, которая очень жесткая, которая обтесывает людей так, что им нужно в психоаналитику бежать, потому что ты должен улыбаться и показывать, как тебе хорошо. Иными словами, история той системы, большой системы России, которую мы с вами начнем изучать, вот что там, у нас будут две командировки, следующий занятий у нас будет через две субботы, и мы начнем с Новгородской, Киевской, Руси. Мы расставили камни, так сказать, базовые. Это истории системы, которые принципиально отличаются и от Востока, и от Запада. Так же, как Восток и Запад отличаются друг от друга. У этой системы очень много отличий. И мы должны нашу систему воспринимать с точки зрения ее реалии, а не напяливать на нее какие-то вещи. Читаю в журнале «Экономист» статью обличания, которое говорит «вот когда в Египте будут демократические выборы, там будет демократия». На демократических выборах в Египте могут победить только исламисты, которые этих демократией отвернут шею на раз-два-три. Ну, демократия, священный король, должна быть демократия. Но на полне демократии к власти приходят исламисты, которые эту демократию приканчивают. Вот это и есть зашоренность этого общества, которое, на мой взгляд, западное общество объято волей смерти. Оно старое. И оно, по сути дела, хочет умереть. И все, что делает сейчас на Западе, у меня нет прямых доказательств. Но я довольно часто бываю на Западе. Это, безусловно, общество, охваченное волей к смерти. К социокультурной смерти. Они не удержатся.